Всех приветствую, 2038 сборка Такой игровой системный блок В корпусе Formula V-Line 2056 И вот у этого корпуса я, кстати говоря, только сейчас заметил небольшую фишку Ну, фишка вот этой передней морде Это у нас, внимание, магнитный пыльник Такая вот прекрасная штука На магнитике Аккуратненько, настолько аккуратненько здесь она вставляется, крепится Что я до этого даже и не думал, что это съемная панелька Ну и все, вся пуль, которая будет накапливаться, ее можно просто снять, продуть и все Корпус с RGB подсветкой Подсветка синхронизирована посредством контроллера Панелька и вентилятор на задней панели И можно уже с помощью кнопки LED эту подсветку либо менять, либо отключать Допустим, если ночью она нам мешает, можно просто отключить Вентилятор будет вращаться, подсветка гореть не будет Кнопки здесь soft-touch, сверху тоже есть такой магнитный пыльник Такой вот интересный корпус Построен системник, можно сказать, традиционно на базе процессора Intel Core i3-100F 4-8 потоков, Comet Lake, 1200 сокет Базовая частота 3600 МГц В трубобусте работает на частоте 4.3 Холодные процессоры, поэтому чаще всего для них мы используем либо оригинальные Intel'овские кулеры Либо используем просто боксовые версии процессоров с трехлетней гарантией И вот этот оригинальный Intel'овский кулер производства Foxconn спокойно у нас работает Не шумит, дует вниз, охлаждает цепь питания процессора Достается оперативки, охлаждает элементную базу вокруг сокета Ну и достается даже немножко видюшки Они не подбывают эти кулеры, потому что процесс реально холодный В повер-лимит он с запасом укладывается И даже частоту особо не сбрасывает В отличие от того же i7, где у вас есть пару секунд буквально, чтобы насладиться высокой частотой 4.8 Ну а потом просто сбросят и все Материнская плата у нас на B460 чипсете Чипсет, как и B410, не умеет разгонять память Соответственно, память у нас работает для i3 и i5 только на частоте 2666 МГц либо ниже Ну а i7, i9 на 2933 можно запустить Память у нас KingMax, сейчас работает в двухканале Но имеет вот 2666 МГц родную базовую частоту А i7, допустим, 7700 работал только на 2400 на подобных платах Плата у нас MCB460M-A PRO И фишка этой платы это такой вот комплектный радиатор Который крепит нам SSD накопитель Либо NVMe по вершине PCI-Express Либо с интерфейсом SATA Тут на выбор, либо-либо Ну и радиатор через терморезинку охлаждает этот SSD накопитель Ну допустим, в случае какой-нибудь очень большого по объему сферу быстрого SSD NVMe Они умеют греться Ну конечно не 60, не 70, но 50-60 градусов бывает Поэтому радиатор здесь не лишний Не надо колхозить Просто прикрутить, он довольно-таки толстенький Ну в общем такая вот у платы есть фишка Причем плата понизу рынка из B460 Очень классная Ну и спокойно будет тянуть Либо i5, либо i7 Ну разве что без приставки K Все-таки цепь питания здесь ничего особенного Хотя 8-пинная колодка присутствует Но это скорее данный моде Столько она не потребляет, чтобы она была нужна Видеокарта GeForce GTX 1060 MC3GT На 3 гигабайта Имеется тепловая трубка, два вентилятора Шестипиновая колодка до питания Видеокарта 120-ваттная Соответственно будет работать бесшумно SSD накопитель у нас внизу Прикручен, верх ногами Сюда, внизу еще корзина Он у нас на 480 гигабайт Фирма Crush LBX500 Обычный SATA интерфейс Корпус у нас широкий Рассчитан по тому, что в будущем можно что угодно поставить Запасом Ширина позволяет спокойно уложить кабели сбоку Спереди он у нас прозрачный для воздуха Соответственно, любая видеокарта, какая бы здесь не была, будет себя чувствовать комфортно Можно поставить два вентилятора наверх Можно поставить три вентилятора спереди Ну и в этом корпусе у нас с дичайшим запасом блок питания Серия Smart RGB Это у нас 80 плюс сертификат Пятилетняя гарантия Да, есть подсветочка Можно ее выбрать Какую угодно При желании можно также отключить Хотя она у нас внизу и особо напрягать не будет Вот такая у нас получилась машинка В таком классном интересном корпусе Сейчас стекляшку закроем Посмотрим, как это выглядит Стекляшка у нас заподлицо Сколы исключены Сверху прикрыты металлом Прикручена стекляшка у нас традиционно просто болтами Но через резинки Не просто, ну это у некоторых корпусов Просто дырки прикручены Здесь есть резиновые проставки И спокойно уже это все дело прикручивает Слегка тонированное стекло Закаленное, очень толстое В свое время краш-тест у нас здесь проходили Падали стекляшки И ничего им не было Тьфу, за все время ни одного разбитого корпуса У нас еще не приходило Вот такое вот Ну а по деньгам у нас машинка вышла В 39200 рублей